доброго во времени суток сейчас мы с вами видим карту москвы цветной бульвар сверху садовое кольцо метро трубная сандуновские бани но нас интересует сейчас не совсем это мы сейчас с вами приблизимся к трубной площади вот вы сейчас видите и немножечко возьмем правее рождественский бульвар там рядом как раз сретенский мужской монастырь а теперь мы с вами увидим центральный рынок видеть со спутника это здание вот она так вот сегодня мы с вами побеседуем о истории и неких пока лукавых вещах в истории но все может быть намного серьезнее в будущем итак смотрим официальный логотип центрального рынка расположенного на рождественском бульваре дом один все здорово вроде бы все сходится и год стоит 1840 наверное хорошее место с историческим прошлом а теперь давайте разберемся вот это здание и его создатели позиционируют его как архитектурное наследие прошлого до 1740 год рынок вернулся на свое прежнее место сейчас мы с вами это увидим такой пафосный журнал за вылочь прости господи и вот у них статья центральный рынок на рождественском бульваре от 20 декабря 2017 года пустующим несколько десятилетий зданий на рождественском бульваре наконец открылся центральный рынок исторически именно на этом месте в конце 19 начале 20 века находился рынок на трубной площади затем в конце 50-х годов торговля перенеслась ближе к метро где сейчас расположен у нее рмак цветной а в этом году рынок вернулся на свое прежнее место здание центрального рынка заняло три этажа при этом сами прилавки с продуктами убрали на минус первый уровень а на двух первых оборудовали фудкорт архитектурный проект здание делала прости господи грэм групп по совместительству владелец самого рынка получилось достаточно минималистично хотя пока рынок работает только в полсилы делать выводы сложно пространство еще не обжито а прилавка временно часть прилавка временно пустует основным материалом отделки стал кирпич который владельцы выкупили после разбора исторической постройки где-то в москве не подлежащая реставрации видимо она мешала кому-то отмыли а затем уложили на новом месте потолок украсили искусственными растениями а вот в уборных в качестве декора использовали натуральный мох центр зала заполнили столами с посадочными местами а корнеры с едой расположились по периметру пространства так мы вернемся к датам как вы видели в самом начале в логотипе центрального рынка красовалась дата 1840 год перед нами трубная площадь вид на рождественский бульвар фотография правда 1880 года вот уже как тоже начали считать до время 40 лет как стоит здание центрального рынка давайте посмотрим поближе вот это место странно а здание нет может быть что-то мы перепутали странно очень странно наверное фотограф ошибся ах действительно на трубной площади был рынок но он был птичьим рынком потом это уже советские времена он переехал в таганский район до этого это был дровяной рынок но тем не менее вот сейчас эта фотография прошлого мы видим что ну рынок он располагался непосредственно на самой площади но рынок был до согласен совершенно верно был рынок и выглядел этот рынок но приблизительно вот так да и как бы вид на трубную площадь был чистенький такой аккуратненький вот у нас вид на трубную площадь начало двадцатого века а это у нас фотография датированная 1890 1900 годом трубная площадь птичий рынок а вот у нас фотография датированная 1925 годом птичий рынок как раз видно рождественский бульвар можно поближе с архитектурой ознакомиться посмотреть рождественский бульвар 1890 1910 год вот опять трубная площадь пытаемся разглядеть что-то фотографии явно не новая пока это архитектурный не видно поближе присмотримся это уже ближе к нашему времени хотя сейчас уже можно сказать прошлый век пока не видно так это уже у нас советские годы пивной ларек там вот сзади постройка она видна надо бы узнать что это за постройка давайте разберемся может быть это фундамент ой что это такое неужели тот самый туалет который был построен на трубной площади в самом начале рождественского бульвара в 1934 году позднее подзаброшенный уже в нулевые закрытый некой стеклянной конструкцией то ли на реконструкцию то ли на перестройку то ли неизвестно на что и простоявший правильно может быть пару десятилетий вот в таком виде а был ли центральный рынок данная фотография середина 90-х 2000 год цветной бульвар в 1921 году если не ошибаюсь на цветном бульваре владение 17 был открыт центральный рынок позднее в 40-е 50-е годы прошлого века перестроенный как раз вы сейчас видите на своих экранах внутри он был таким фотография 1961 года это уже перестроенный рынок на цветном бульваре дом 17 сейчас там находится торговый центр цветной а это вот центральный рынок на цветном бульваре это фотография конец восьмидесятых начало девяностых это уже девяностые и вот уже на этом месте современные фотографии универмаг цветной итак вернемся все же назад на трудную площадь и вот уже перед финалом нашего рассказа это фотографии 1979 года из строительства дома политпросвещения на этом месте сейчас деловой центр а наш как его назвать то кроме туалета объект объект рассказа находится немножечко правее это уже то же самое место 1986 год дом политпросвещения наше время многофункциональный комплекс с апартаментами офисами кафе легенда цветного так наш объект рассказа начали строить 2004 году а в 1996 его согласовали как кафе стекляшка на этом месте даже успел побывать культурно развлекательный центр вроде как фотографии 2001 года потом появилось вот это вот нечто в общем что я вам скажу не верьте глазам не верьте ушам даже слов порой не находится историю вот приблизительно вот так вот для необразованных переписывают спасибо вам большое за просмотр кому интересно подписывайтесь спасибо вам большое за просмотр спасибо вам большое за просмотр